Игра окончена. Милиция прикрыла азартный оазис. Автоматы в руках детей. В дюймовочке зорница. Единая государственная репетиция. Школьники пробуют свои силы. Здравствуйте. В эфире программа «Детали дня» в студии Данил Кальдышевский. Доигрались. В интернет-клубе на Комсомольской изъято 16 игровых автоматов и 4 компьютера. Облавы на подпольный зал сотрудники милиции устраивали целый год. И вот, наконец, неожиданная проверка увенчалась успехом. Была получена информация, что по данному адресу уничтожается игровая деятельность, которая сейчас законодательно запрещена, следственная оперативная группа совместно с работниками налоговой инспекции выехали, поустановили факт отчисления азартных игр. Во время предыдущих проверок игровые автоматы были выключены. Администрация заведения уверяла правоохранителей, что оборудование давно не работает и никаких азартных игр не ведется. На изъятие хозяева клуба не приехали. Кому принадлежат изъятые автоматы, налоговой службе еще предстоит выяснить. На доске информации есть только закон о защите прав потребителей и пустая книга отзывов. Милиционеры говорят, что это четвертый игорный клуб, закрытый за последние три месяца в нашем городе. Теперь владельцев ждет штраф от 13 до 40 тысяч рублей. Вернутся ли игровые автоматы к владельцам, решит арбитражный суд. Многопрофильные профессионалы. В этом году Белаярское профессиональное училище приобрело статус техникума. Соответствующий указ уже подписан в Министерстве образования. Новая аббревиатура учебного заведения БМТ – Белаярский многопрофильный техникум. К этому преобразованию шли 4 года, рассказывает заместитель директора. Развивали материально-техническую базу. В конце января 2011 успешно защитили проект преобразования. Впереди процедура лицензирования. И уже с нового года, подчеркивают в новоиспеченном техникуме, будет объявлен набор на профессии среднего профессионального образования. Получать профессии учащиеся смогут по направлениям транспорт, строительство, торгово-экономический цикл и общественное питание. Это дополнительные возможности для того, чтобы наши учащиеся не уезжали никуда в город. Они будут продолжать по своему же профилю получать образование уже среднего уровня. Единый государственный уже не за горами. Накануне в первой школе прошла репетиция ЕГЭ. Около 60 будущих выпускников репетировали сдачу государственного экзамена по русскому языку. В этом году у нас в области всем выпускникам предложено поучаствовать в репетиции по трем предметам. То есть это русский язык и математика, так как это обязательные предметы. И еще один на выбор либо физика, либо история. Физика и история оказались одними из самых популярных предметов на ЕГЭ, говорят в отделе образования. Такие репетиции необходимы, уверены специалисты. Кроме знаний по предмету, нужно уметь организовать свое время, чтобы выполнить все задания вовремя. Как и положено на настоящем государственном экзамене, в одном месте собираются ученики из разных школ. В этот раз в первой школе были старшеклассники второй, шестой, седьмой и вечерний школ. Вслед за русским языком 24 февраля предстоят репетиционные экзамены по физике и истории. А 15 марта ЕГЭ по математике закончит серию тренировок. В руках автоматы на шапке «Красная звезда». Ко дню защитника Отечества начали готовиться в детском саду «Дюймовочка». Здесь сегодня прошли зимние соревнования под названием «Зарница». Каждый год накануне 23 февраля воспитатели «Дюймовочки» устраивают для ребят военные конкурсы. Здесь у взрослых одна задача – воспитать в детях чувство патриотизма. Перед Зарницей воспитанники детского сада перевоплощаются в ракетчиков, танкистов и разведчиков. Берут в руки игрушечные автоматы и отправляются выполнять военные задания. Одно из таких заданий – найти в снегу мину – вызвало у детворы наибольший восторг. Мы сегодня танкисты. Нам сегодня нравится «Зарница». Мне нравится очень «Зарница». И так мне тоже все нравятся. А больше всего какой? Больше всего мне нравится что-то искать в снегу. Продать не снимая номеров. В России в ближайшее время изменятся правила регистрации автомобилей. После недолгого согласования соответствующий приказ будет направлен в Министерство юстиции, сообщает сайт Урал.ру. Согласно новым правилам, у водителей появится возможность продавать машину вместе с госномером, но только если покупатель проживает в том же регионе. В этом случае не нужно сначала снимать машину с учета, потом заново ставить. Достаточно внести изменения в данные о собственнике и получить новое свидетельство о регистрации. Это нововведение облегчит жизнь не только водителям, но и регистрационным подразделениям, уверены в ГИБДД. Здесь давно существует проблема нехватки номеров и серий. Кроме того, при осмотре автомобилей сотрудники автоинспекции больше не будут проверять номера двигателя. Этот узел признан расходным материалом. Для идентификации отныне достаточно ВИН-номера на кузове. На Белая РСКС просят не волноваться жителей города. Завтра на станции пройдет плановая противопожарная противоаварийная тренировка. Начало в 16.00. В ходе тренировки будут отрабатываться приемы локализации условного возгорания на объекте. В учениях участвуют оперативный персонал станции и спасатели 35-й пожарной части. Подобные тренировки проводятся на БАЭС регулярно. Это необходимо для того, чтобы поддерживать готовность сотрудников станции и пожарных грамотным действием в случае возгорания, отмечают на АЭС. Не забывайте звонить нам и рассказывать о своих проблемах, о своих победах, о радостях и неприятностях. Ваши новости – это главные детали в информационной картине дня. Наш телефон 7-11-72. Увидимся с вами уже завтра. До встречи. Детали дня – это события твоего дома.